Отличная возможность общения с властью была предоставлена жителям Муравленко в минувшую субботу. В городе прошел муниципальный день приема граждан. На одной площадке в Доме культуры Украины работали органы местного самоуправления, специалисты и руководители окружных и федеральных структур. Репортаж Эрнеста Бавшина. Муниципальный день приема граждан – это яркий пример исполнения поручения губернатора. Чиновникам нужно выходить из кабинетов. И хотя в Муравленко форм взаимодействия населения с властью достаточно, тем не менее жители города продолжают задавать вопросы, озвучивать проблемы и просить помощи. У каждого своя проблемная история, в которой без помощи властей или других компетентных структур не разобраться. Людмила Ивкина проживает в деревянном доме номер 80 по улице Дружбы народов. На прием пришла вместе с группой активных жильцов. Люди просят пересмотреть сроки сноса дома, признанного ветхими аварийным. Дом призван аварийным с 2014 года. Но дом находится в ужасном аварийном состоянии. Дом находится на подземной речке. У нас отрываются подъезды. У нас уже на 20 сантиметров разошлись боковые швы. Мы пришли с просьбой пересмотреть сроки расселения дома с 2023 года, но хотя бы в течение двух лет пораньше. Ситуация с домом властям известна. Проводить здесь капитальный ремонт нецелесообразно. Здание нужно сносить. Жильцы пишут коллективное обращение. И, возможно, оно ускорит процесс. А вообще жилищные проблемы по-прежнему самые актуальные. Поэтому у управления муниципального имущества самое большое представительство на приеме. Основные вопросы – это вопросы, связанные с переселением из аварийного жилого фонда. Предоставляем полную консультацию. Поясняем о сроках демонтажа домов. Поясняем порядку переселения. То есть в зависимости от того, относится ли гражданин и его семья к категории социальных нанимателей, к категории собственников. Такой объем вопросов, связанных с жильем, вполне объясним, говорит глава города Александр Подорога. В Муравленко активно ведется расселение ветхого аварийного фонда. И, конечно, при стремительно меняющемся законодательстве люди не всегда в полной мере владеют информацией, особенно в правовом поле. С одной стороны, очень приятно, что эти вопросы возникают, потому что мы занимаемся переселением ветхого аварийного жилья. И здесь особый пласт вопросов. Это вопрос очередности, это вопрос большей или меньшей площади, это вопрос соблюдения законодательства, это вопрос, а когда нас расселят, а почему соседи расселили, а нас еще не расселили. Ну и, по большому счету, конечно же, в городе Муравленко жилищная проблема, она есть. Это не новость, мы это признаем. Но не только жилищные вопросы волнуют горожан. Работа нашлась каждому ведомству, участвовавшему в приеме граждан. Кто-то оформляет пенсию, другие волнуются за безопасность детей, просят сделать тротуар на улице Школьная. Из-за припаркованных машин людям приходится ходить прямо по проезжей части. Нашел понимание у Андрея Викторовича, он сказал, что этот вопрос у них также обсуждается. Но в связи с моим обращением, наверное, это будет все ускорено, и плюсы будут учтены пожелания моей жителя города по оборудованию этого тротуарного участка. Муниципальный день приема граждан длился несколько часов, и все это время за помощью сюда шли люди. Всего около 70 человек. Кто-то за советом, кто-то с критикой. Каждый мог высказаться. Но главное, люди знают, что их слушают и слышат. В городе Муравленко мы выбрали такой формат. Да, где-то мы являемся достаточно инновационными в области организации подобных встреч. И очень приятно, что уже это вводится в практику. В принципе, как и все, о чем мы говорим, и то, что превращается из инновации в традицию, и уже в жесткий календарный план мероприятий. Это второй подобный опыт проведения такой открытой площадки в нашем городе. Приемы граждан в расширенном формате в Муравленко будут проводиться ежеквартально. Эрнест Бавшин, Анатолий Шуликов, телерадиокомпания Муравленко ТВ.